Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Сегодня, дорогие мои, не будет никаких сантиментов и никакого оживания соплей. Только жесткач и правда в чистом виде. Кто не хочет или боится, свободен. Никого не держу. До свидульки и пошли вон! Идея проста. Да. Система контролирует вас, пока вы одинаковые. Но если каждый начинает думать не по легалу, у системы не хватит ни рук, ни методов, ни правил, чтобы отшлепать всех, вы разрываетесь между романтикой противостояния и желанием приспособиться и выживать. И вот тут-то вам и дают по зубам. Да, я знаю, знаю. Самое большое преступление – это призывать людей к независимости и свободе. Прямой путь к хаосу и взаимоуничтожению. Я просто не ведал, что творю. Теперь я понимаю. Если позволите, я прямо сейчас им всем скажу. Вы что? Вы что, действительно думали, что моя миссия – пробудить вашу самостоятельность? Вы что, совсем тупые? Удел массы быть покорной, питать иллюзии и страхи. При неумелом обращении свобода разорвет вас. Бойтесь свободы! И они уже уверены, что человек не сам по себе свободен, а на свою свободу должен заработать. И у них появился смысл жизни. Посмотри на них. Они ведь счастливы. Они хотят работать, зарабатывать. А главное – тратить, тратить, тратить на свой грех. Для них же это кайф. Знать, что можно купить оправдание какого угодно говна. В зомбоящике уже столько каналов наплодили, чтобы ни о чем не думать, а хавать ржаку! Теперь можно одупляться круглые сутки, вообще не включая мозги! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрете, срете, ржете и ждете. Ждете, пока я начну говорить вам, что делать. Вы ленивые трусы! Я не могу сейчас выйти отсюда! И нужно быть бараном, чтобы этого не понимать! Я говорю вам, люди, у вас хлеб кончился. Вам надо хлеба купить. Вы ошарашенно на меня смотрите, челюсти отвисли. Глаза на выходе от ужаса. И слышен вопль. ХЛЕБ! У нас хлеба нет! Что нам делать, Фримен? Дождь нам! ХЛЕБ! Ну и так далее. Эй, булочная за углом! Я постоянно слышу, Фримен, что делать? Дай нам знак! Сделай революцию! Мы пойдем за тобой! Вы знаете ответы на все свои вопросы. Но вам так нравится строить из себя одаренных наивностью девочек. Хорошо. Я не думаю за вас, а учу мыслить самостоятельно. Что? Не торт? Очнитесь. Я вам ничего не должен. Это вы должны сами себе. Свобода – это право выбора. Что ты там мямлишь? Ты хоть понимаешь, в какое время ты пришел? Свобода сегодня – это возможность щелкать по тысячам каналов, на халяву качать порнуху и просто делать то, за что тебе ничего не будет. Все. И стадо уже смирилось с этой подменой. Кто-то останавливает войну, кто-то меняет уклад жизни, кто-то избавляет свой народ от потерявших смысл, закон. А вы? А, ну да. Вам же мультик не объяснил, что делать. Очнитесь, люди. Я чувствую, как у меня пиксель первого позже от нависших надо мной вопросов. Что, у всех есть ко мне вопросы? Но все свои вопросы вы должны задать сами себе. Или вы думаете, что мультик выйдет на улицу, чтобы менять вашу жизнь? Вы безумны. Ваша жизнь забавляет меня не больше, чем вас, моя. А вот Родина меня поняла, потому что слышит и знает. И соответствующие службы мне уже прозрачно намекнули на мое место. Ну что, друзья мои, доорались? Я не знаю, увижу ли я вас в следующем году, но хочу обратиться к вам ко всем из самой глубины своего сердца. И пусть каждый не просто подумает, а искренне примет решение. Готов ли он идти со мной? Гроза уже ударила в там-там грома и молниями чартит новую картину мира. И скоро даже дитя найдет здесь 10 краеугольных отличий. Вы умеете видеть новое? Смотрите зорчее, потому что дорога возникает под шагами идущего.